Доброе утро, дамы и господа! С вами я, Алексей Ухомалецкий и Кристал Мэй, который одел шапку-невидимку и совсем скоро он появится на ваших экранах. Нужно совсем немножко подождать. Интрига сохранилась. Третья карта у нас все-таки есть. Это Инферно. Это, кстати, очень интересная на самом деле карта. Вот тут Арсений Сене-Триноженко сказал, что у Астралис хорошая Инферно и у Фнатик хорошая Инферно. То, что у Фнатик хорошая Инферно, это мы и так знаем. А Астралис действительно, в общем-то, играет неплохо на этой карте. При этом, кстати, неплохо они эти обе команды играют именно за атаку. Поэтому, в любом случае, я думаю, что катка будет интересная, обязательно будет потная. Как минимум на кэше мы видели камбэк от Астралис, которые проиграли довольно-таки серьезно первую карту. Оверпасс. И у нас вот-вот начнутся ножи. Нет, ножи уже были. Ножи уже были. Это уже пистолеточка. Ну и вот снял шапку-невидимку Кристал Мэй. И, наконец-то, он появляется рядом со мной. И мы для вас будем кастить третью карту. Всем снова привет. У нас Астралисы против Фнатик на Дейнферно. И должно быть очень-очень интересное противостояние. Астралисы, я так понимаю, выиграли ножи, поэтому будут играть на защите. Фнатики нападать. И мы видим то, что Джей Ви вместе с Олафом защищают Бэплэнт на Банане. Однако к ним уже пришли. Олаф проседает до 22 хп. До 23 хп, прошу прощения, и уходит обратно домой на КТ-спаун. Решил, что надо заспауниться заново, потому что слишком сильно просял. А Фнатики остались здесь стоять. Особо не парятся насчет того, чтобы рано выходить. Понимают прекрасно то, что любая здесь ошибка может стоить раунда. А раунд на пистолетном стоит очень-очень много. И вот он, Деннис. Вот он говорит, привет, девайсу. Хочешь немножко печенюшек? Получай бесплатно. Каджум тем временем не вышел на размен какой-либо. Просто понял, что, наверное, оно того не стоит. И Астралисы продолжают реализовывать свою позицию в защите, потому как им не надо вообще двигаться. Им можно просто встать, как копаные, и пытаться иметь при помощи юспиков. Потому как они вообще замечательно могут реализовываться при помощи ваншотов. Фнатики все-таки застакались на подходах к Бэплэнту. Однако у нас выход от Олафа здесь через смок. Будет зипикс минусой Джей Ви. Нужно выходить Деннису. Деннис зажарен. Деннис справляется с одним. Однако дальше не получается. Олаф все это время аимил. Но у него не очень-то получилось расстрелять своих оппонентов с одного рашка. Он перезаряжается. У него остался один из патрон. Он пытается продолжать ваншотить. Бомба все еще не была поставлена. Дупри добивает Олафа, у которого в этом раунде вообще ничего не получается. Однако Деннис Мейстер уже успел сделать минус два. Поэтому оставил Кримзу и Флуша добивать двоих. Каджумб остался с тремя хп. Флуша убил Дупри. Зипикс теперь со ста хп пытается работать с халпы. Флуша убивает Каджумба. Зипикс должен быть здесь героем дня. Иначе Астралисы повергнуты будут в этом первом раунде. Кримз понимает, что ему надо работать от времени на удержание. Зипикс ставит бомбу. Ему хватит времени, кстати. И Кримз 52 хп. Он ротируется на халпу с конструкцией. Но в конце концов Зипикс займет еще более пассивную позицию. Они будут стоять и ждать, кто же первый выйдет. Потому как никому не хочется быть первым входящим. Иначе можно получить пулю в лицо. Кримз понял, где находится Зипикс. У него есть диффуза. Он пытается выманить своего оппонента. Две секунды. Одна секунда. И ноль секунд. Зипикс даже не пришлось выходить сюда и убивать своего оппонента. Кримз просто сел на эту бомбу. Прямо прямиком на эту бомбу и взял этот раунд. Даже не задумываясь. Он не нажимал на левую кнопку мышки, он нажал на Е. Е оказывается сильнее. А может у него буква Т. Откуда ты знаешь? О, это грязный момент. Это грязный момент. И на самом деле, что самое интересное. Астралис начали этот раунд в меньшинстве. Они были вчетвером. Зашли на точку Б. И все-таки в ситуации один на один Зипикс немножко зафейлил. Но на самом деле, почему так произошло? Почему он ставил бомбу на гриль? Потому что он знал, где приблизительно находится Кримз. И у него, в общем-то, по большому счету, не было вариантов. Поэтому он и поставил туда. С другой стороны, странно, что если ты знаешь, где стоит бомба, почему ты так дал довольно-таки изи раздефузить своему сопернику, непонятно. Но на самом деле, здесь микродуэль. Такая ситуация крайне сложная. Ну, не то чтобы сложная. Анализировать можно. Но сложно понять, что у игроков в голове. Какая динамика. Знаешь, там, ну, может, у тебя руки трясутся, например. И ты не можешь вообще выйти в экшене. Поставить их в хедшот. Ты просто боишься. Астралии сделают эко-раунд. Естественно, не форсят. Потому что вот, вот, кстати, кстати, хочется опять же поговорить про баи. Вот в таких случаях очень часто те же Энвиас делают инстазакуп. Сразу же взяли и закупились и побежали. Вот сегодня я наблюдаю не первый раз от команд, которые, кстати, бразийцы точно так же делали. Если в пистолетном поставили бомбу, то следующий раунд по-любому эко, а потом будут покупать. Это вот, кстати, в 1-6 так раньше команды делали. И это очень грамотно, мне кажется, потому как со счета 2-0 у тебя уже есть бай. Ну и тут пытаются Астралии как-то распетлять, сделать хотя бы по минусу. Но отличная работа от Фнатикс в дефенсе и счет становится 2-0. У нас отличная работа от операторов трансляции, которые вот здесь вот творят неизвестно что. Они все пытаются хоть как-то пофиксить то, что Астралии и Фнатики, они до этого вообще не имели правильных флагов. Теперь хотя бы правильные флаги творятся. Но будем надеяться, что наши иностранные коллеги быстро все это дело пресекут. И мы увидим адекватные значки, потому что сейчас они сводят меня, честно говоря, с ума. Надеюсь, что вас они с ума не сводят. Хотя уже в такую ночь может свести с ума все что угодно. И Кримс выдвигается первым, пушит, видит, что здесь смог. В принципе, наверное, на этом пока что стоит остановиться. Zipix находит Олафа. Каджум выдвигается на зеленку, где находится Флуша. Флуша выходит, делает минус 2. Хотя пришлось разменять же Ви, минусует еще и Дюпри. И полностью вся атака Астралии захлебнулась на этом замечательном игроке. Девайс выдвигается дальше, пытается играть по инфе. Но его зонирует при помощи молота. Он забирает все-таки бомбу, что было с его стороны просто замечательно. Zipix тем временем законтроливал большие пески. И теперь они объединятся в даблу, которая будет могучей кучкой выгонять Фнатика в Сапплента. И будут пытаться здесь ставить бомбу. С другой стороны, Кримс и компания сейчас занимают коннектор полностью. И мы видим то, что любая ротация и любое движение со стороны Астралии на любой из плентов будет быстро отвечено. Со стороны, точнее, будет быстрая реакция со стороны Фнатик на любое действие. Астралии все-таки поставлена бомба на Аплент. Девайс с этим справился и теперь выходит на библиотеку. В ней находится Фулши. У того 12 хп. Могут быть определенные проблемы у Фулши с этим вопросом. Девайс видит там, дает информацию. Zipix пошел выбивать вместе с ним. Минусует одного, но в конце концов его разменивают. Кримс вместе с Фулши. Два лоха пешных девайс. Есть у него порох в пороховницах. И есть у него порох в пороховницах. А у него остается всего 8 хп. Очень много деможей ему нанесли. Но он смог справиться с двумя красными противниками. И шведы в этом раунде оказываются не на высоте. Ну и Астралии разрулили ситуацию 2 в 3. Кстати, довольно-таки интересное решение. Они поставили бомбу и под флешку решили сыграть агрессивно на зелени. Мне кажется, что когда стоит бомба, лучше все-таки сыграть от больших песков. Как-то более пассивно. Потому что позиции у террористов в таком случае очень хорошие. Они решили удивить оппонента. Они удивили, да. Но как мы видим, что все-таки 2 игрока убили одного. И в конечном итоге Девайс, по-моему, остался один против двоих. Ну и там, конечно, немножко подфартило, что стали оппоненты в линии. Он затопил и все-таки их убил. Тем не менее, у Фнатики есть бай. Есть АВП у Джи Ви. Также есть бай у Астралис. Первый раунд они взяли. Сейчас будут пытаться взять второй раунд. Контрят банан. Тут играют 2 игрока команды Фнатик. Ну и все стандартно. Пока для шведов 3 плюс 2. Крым с Олдмейстером сейчас начинают принимать Б-Плент. Мы видим, что Астралис пока что особо не торопится. Одна минута имеется у датской команды для того, чтобы реализовать свои девайсы. Каджум, правда, без него. У него УЗИшка. Может даже получится что-то подфармить здесь. Однако мы видим, что у защиты имеется снайперская винтовка у Джи Ви, которая делает быструю сейчас ротацию. Нет, он все-таки остановился. Я думал, что он уже выйдет в коннектор. Но этого не случилось. Олдмейстер вместе с Крымзом продолжают вдвоем защищать Б-Плент. Однако Фнатики располагаются так, чтобы быстро ротироваться к своим товарищам и успеть на выход Астралис, если он будет не такой уж быстрый. Олдмейстер тем временем занимается хелпой и отправляется в долгое плавание. Нет, он все-таки понимает то, что стоит сыграть под быструю флешку через стенку. Выдвигается. И это замечательнейший совершенно спрей. Минус три от Олдмейстера через его собственную же флешку. Не нужно здесь было никакой Кримс, которого сразу же забрали. Кстати, Девайс все-таки с ним справился. И Девайс оформляет минус два. Дает возможность своему тиммейту поставить бомбу. Прикрывает. Выходит агрессивно на Джей Ви. Увидел его через смок и прострелил Деннис. Тем временем выходит через конструкцию. Суть по всему, Радар сейчас сыграл на стороне Девайса. Флеш тем временем выходит со Банана. Минусует этого замечательного доскового игрока. И самый молодой из Астралис. Остается один против двух. Деннис отъезжает. Флеша 54 хп. Сможет ли он отправить своего оппонента в Альгалу и разминировать бомбу? Узнаем через буквально несколько секунд. Флеша, Флеша простреливает Зипикса. И Зипикс не справляется. Вот она Альгала, вот он раунд для команды Фнатик. Как-то неуверенно. Вроде он встал за столбом и должен был... Ну, как-то, не знаю, вроде... Не могу понять, на самом деле, действия Зипикса. Можно было сделать широкий стрейф, отойти в сторону. Но при этом он вроде как сам себя изолировал. Встал просто за столбом, стрейфился туда-сюда. И, в общем-то... В общем-то, проиграл этот клатч. И Фнатики выходят вперед. Счет 3-1. И эко-раунд для Астралис. Ну, конечно, на самом деле, вот прошлый раунд был очень важный для Астралис. Они могли зацепиться. Заставили бы они Фнатик делать эко-раунд. Но сейчас сами вынуждены сливать. JW со снайперской винтовкой смотрит апартаменты. Здесь выходит на него Зипикс. Будет байтить на выпад? Нет, не будет никаких выпадов. Он просто выйдет и получит пулю холодно, спокойно, без всяких проблем. Оставит свою команду в меньшинстве. Дюпри с дезертыглом пытается. Единственный, кстати, обладатель армора. Все остальные голенькие играют в трусиках. И Дюпри выдвигается в сторону шорта. Керриган выдвигается в зеленку. Деннис отстреливает в голову Дюпри. Керриган дальше пытается. Неплохо надамаживает Денниса. Однако не доводит его до летального исхода. Но у нас здесь висели на п-планту. Олаф уже расправился с Каджубом. Дальше достает Юспик. У него закончились патроны. Надо перезарядиться. Этим он и занимается. Соответственно, с этим и девайс появляется хоть какое-то время для того, чтобы попробовать законтролить какие-то девайсы или, возможно, просто занять другую позицию. Успокоиться, подумать о жизни. Потому как ему аж стало жить совсем-совсем немного. 4 хп у него. Его тиммейт покидает этот мир. Плуша выдвигается еще и в сторону девайса. Девайс проигрывает этот раунд. И 4-1. Астралисы не смогли ничего сделать на экономическом, что было более-менее логично. А сейчас у них имеются девайсы адекватные. Это 4 АК 47 и АБП. Ну, у того самого девайса есть девайс, который называется девайс-девайс-девайс. Девайс-девайс-девайс-девайс. Выходит девайс-девайс-девайс. У девайса АВП. Вот, что я хотел сказать. В целом, можно сделать такой вывод, что у девайса АВП. И он с этим девайсом сейчас будет девайсить и убивать всех остальных с девайсами. Ну, посмотрим, насколько у него это получится. На самом-то деле, Фнатики все еще не меняют оружие. Флуш, мы видим, что он забивает на то, чтобы закупаться. Он говорит, парни, у меня и так нормально все. У меня 5-7, он красный, он веселый. Называется он городская опасность. И его городская опасность. Интересно, насколько она опасна в случае с Флуши и его 5-7 на зеленке. Фнатики пока что не рискуют. Сами никуда не пушат. Астралисы делают ровно то же самое. Мы видим более-менее медленный дефолтный раунд от Датчан. Сейчас начнутся раскидки на зеленку. Кстати, Каджумп занимает вот эту дефолтную позицию. Будет кидать на Чоч. И это полностью зонирует Флушу от его оппонентов. И да, вот он получает сейчас информацию. Говорит, парни, вот здесь имеется смог. Нужно в него кинуть что-нибудь, чтобы было немножко повеселее. Чтобы играть уже не просто так, а с хаешками и, возможно, какими-то флешками. И тогда уже получится. Нет, они делают просто буст. Джей Ви тем временем минусует Девайса, который находился на шорте. Который выпал туда первым. И, может быть, даже и последним. Потому как дальше неизвестно. Пойдут ли парни. Пошли. Джей Ви разобрался и с Керриганом. Ему, в принципе, все равно, как чуваки называются. И сколько их там выходит, он просто стреляет со своей дефолтной позиции. И у него получается это делать довольно точно. Два из двух Дюбри получает флешку. Не справляется с противником. Зипикс, правда, сразу разменивает своего тиммейта. Но Олаф находит Зипикса и его голову. Стреляет точно. Каджум постаётся один с АВП. У него 99 хп. И он доволен своей жизнью. Не считая того, что проиграет раунд. Зато засейвит большое зелёное весло. Которое поможет, возможно, выгрести следующий раунд. Отлично. Отличная метафора. Мне понравилось. Каджум постаётся один в ситуации против четверых. И вот что плохо было для Астралис в этом раунде. Они не законтролили банан. И это с ними сыграло злую шутку. Они заходили на А вчетвером. Очень чётко Фнатик их прочитали. Оставили одного игрока на Б. Стянулась хелпа на точку А. И довольно-таки легко они приняли. У Астралис полностью провалился выход на плент А. Ну, Каджум, к слову, засейвил АВП. Но вот Инферно та карта, на которой АВП за атаку, но в принципе, если дефенс будет действовать грамотно, то это АВП никуда не можно. Его некуда просто пристроить на самом деле. Можно только что-то выгребать. Вот как ты говоришь, да? Можно выгребать, можно отгребать. Русский язык в этом вопросе. Гибкая штука. Можно кого-то бить просто. Посмотрим, посмотрим. Нет, такие вещи обычно в других современных уже играх. Я имею в виду, тут нож есть в ближней дистанции. В том же саму Хейла, кстати, прикладом бьют обычно. Каджум дропается, точнее, выходит наверх. И нож, кстати, это то оружие, которое там надо подобрать. Ну ладно, это все для фанатов Хейла оставим, потому что тут у нас в СНГ никто особо в эту штуку не рубится. Главный вопрос только в том, смогут ли фнатики дотащить это до счета 6-1. Скорее всего, да, но какими потерями они это сделают? И кроме этого, все еще у Каджумба есть снайперская винтовка, и он ее будет реализовывать на зеленке, видимо. Ну, вышел, вышел, смотрит. Нет, пока же никого. Отправляет своих тиммейтов на мясо. Мясом будет Дюпри, принимать это мясо будет Джей Далбью. И Олаф Мейстер играет сам на Песков, пытается хоть что-то сделать с АК-47. Однако Каджумб выяснил местонахождение противника, вышел на него. Но Олафу плевать, снайперская винтовка не снайперская винтовка. Кстати, Девайс теперь ее забрал и может все-таки попробовать реализовать свой снайперский потенциал. Здесь, но нет, нет, и у него тоже не получается. Давайте посмотрим за Керриганом. Это будет третий носитель снайперской винтовки. Он сейчас выйдет на Олафа, Олаф его отстреливает. Это просто цирк. Это просто что-то с чем-то. Олаф с одной и той же позиции практически не меняя. Отстреливает каждого носителя снайперской винтовки. Те даже не успели из нее ни разу выстрелить. И Олаф вешает минус три. Зипикс остается последним игроком. Успевает убить флушу. Однако его позиции известны. Его, конечно же, добьют 6-1. И я не знаю, у меня нет комментариев. Олаф великолепен. Олаф, просто я хочу от тебя детей. Если это можно... Нет, ты не можешь. Не могу. Эстафета, эстафета. Вместо палочки конфета. Это то, что касается АВП, которые они подбирали по очереди и вдруг дружки передропывали. Простите, пожалуйста. На самом деле просто немножко плющит. Эко-раунд был у Астралис. Сейчас у нас бай у Керригана. Есть тег и 4 АК-47 у Астралис в атаке. JV. Тем временем пушит. Если Астралис не начнут занимать бананы, не начнут его нормально шатать и не заставят Фнатик все-таки держать точку B вдвоем, то в принципе тут может закончиться все в одни ворота. И Фнатик сейчас по большому счету они так и показывают, как нужно обороняться на Инферно. Олаф мейстер, правда, сейчас сместился с точки А на точку Б. Девайс понимает, что все-таки банан нужно отжать. Он вроде как занимает эту позицию. При этом большинство игроков Астралис находится перед точкой А. Флюша играет на зеленке. JV играет на 20. Денис Мейстер смотрит и Девайс делает минус. Халявный совершенно минус через смок. Через смок. Олаф просто не мог здесь с этим справиться. Понимаешь, если бы он увидел, то он бы скорее всего был первым, как и в предыдущем раунде. Однако здесь не получалось. Точнее не получилось. Флюша, кстати, за кого там нам болеть? За Фнатик. Мы болеем за Фнатик, да вы что? Флюша тем временем начинает спрейдить. По своему оппоненту пробивает Каджумба и Зипикса. Очень даже серьезно. Те остановились. JV видит через смок. Ну, точнее, пытается стрелять через смок, но разогнал Комаров. Однако не по кому не попал. Мы видим то, что Астралисы перетащили бомбу на Б-Плент. И тут Соло Кримс будет пытаться это все выдерживать. Вопрос только в том, насколько получится. Мы видим то, что Флюша будет принимать коннектор, чтобы защитить Б-Плент, но у него ничего здесь не выходит. Остается только Кримс. Здесь на Б-Пленту его зажмут, его добьют. Даже если бы он смог бы сделать минус 2, это все равно не так сильно что-либо изменило. И остается только JW вместе с Деннисом и Вондулчайлд. Очень классный раунд от Астралис. На самом деле, это практически классический раунд. 3 плюс 2 Б зажимают через точку А и через Банан. Блент Б с двух сторон. Отличная работа от Астралис. Наконец-то они подобрали ключики к оппонентам. К обороне команды Фнатик. И, возможно, Астралис все-таки включится сейчас и возьмут за атаку. Ну, хотя бы 3-4 раунда. А лучше, конечно же, 5-6. Для того, чтобы потом продемонстрировать весь потенциал за дефенс. Потому как Фнатик, в общем-то, очень так же неплохо играет за атаку. Пока, несмотря на то, что Астралис вроде как проигрывает. Сейчас становится 6-2. Но в целом у них не было так много возможностей для того, чтобы взять больше раундов. Ну и вот сейчас бомба взрывается. По деньгам они неплохо отжираются. У них сейчас будут деньги как минимум на 2 раунда. На этот и на следующий. Ну и мы видим, что у Фнатик также есть девайсы. И Олаф играет с палкой. Скорее всего, да, он идет на Б. Там будет работать с Кримзом. Ну и посмотрим сейчас, как будут действовать Астралис. Вот в прошлом раунде они поработали с Бананом. И, в принципе, это принесло свои плоды. Олаф открывается первым на Банане. Хочет играть агрессивно. Замечу, что ему саппортят еще и Кримз. Они даблой будут пушить. Но здесь весь вопрос может решиться просто откидкой смока на выход с Банана. Для того, чтобы перекрыть эту позицию. И Астралисы, скорее всего, так и сделают сейчас. Нет, девайс сначала решает, что можно и с флешкой поиграть. Да, именно так он и делает. И пока что останавливает пуш фнатиков. Но они медленно, наверное, через shift двигаются к цели. Но мы видим то, что бомб на самом деле находится на выходе на Аплент. Мы видим, что Олаф Мейстер вместе с Кримзом сначала отошли. Потом пришли обратно. И вот он смог. Да, вот он смог. И таким образом девайса придется здесь стоять. Придется здесь стоять. Потому что если он сюда идет, то откроет спинку своим товарищам. И ясное дело, что они за это его не поблагодарят. Потому что если по ней начнет чесать Олаф Мейстер СВП, то приятного от этого будет очень-очень мало. Мы все прекрасно знаем, насколько он хорош с любыми девайсами. В общем-то и на протяжении сегодняшнего дня показывают очень-очень крутые мувы. Астралисы тем временем готовы заходить на Аплент. Принимать их будет JV, например, на балконе. Здесь на апартаментах против него будет сражаться Zipix. Очень молодой, очень перспективный. Однако посмотрим, насколько он перспективный именно в этом раунде. Мы пока что не знаем. Дабла у фнатиков на Пленту. Кстати, это не дефолтно. Деннис вместе с Флушей держит вот этот вот Плент. И Олаф Мейстер на зеленке перетянулся сюда со снайперской винтовки с B, понта. И таким образом Астралис уже будет играть 5 на 4. Вот он, Олаф. Вот она снайперская винтовка. Вот привет, девайс. Привет, Каджумб. Я не знаю, как это вообще рассматривать. Дюпри. Это симфония. А на самом деле Олаф должен был находиться на B. И Астралис не поработали на банане в этом раунде. Они, благодаря тому, что эту точку отпустили, Кримс был 1 на точке B. Олаф, который держит вроде как B, с авиком сместился на зелень. И с 15 просто принимал себе спокойно мидл и без проблем сделал 2 минуса. Вот опять же, Астралис вроде как все правильно делает. Они начинают там, занимают апартаменты, занимают ковры, подходят близко под мидл. Но они абсолютно не работают с бананом. И когда вот они это допускают, вот такую оплошность фнатики, Изи держит просто 4 плюс 1. И при заходе на точку А принимают Астралис довольно-таки легко. Мы видим, что Астралис даже до плента не доходит. Видишь, они даже бомбу не ставят. То есть у них есть девайсный раунд, у них есть раскид, но они не могут зайти на плент. Потому что их там принимает 4, просто очень грамотная команда. Ну, на самом деле, даже если они вошли, там фнатики вдвоем сидели на пленте. Мне кажется, до кого-то из них даже не дошли. Это почему происходит 2 на пленте, они могут себе позволить это. Потому что их четверо на точке А. Поэтому, ну, то есть, это тактическая ошибка. Ну, хотя Астралис вроде бы грамотная команда, она понимает, что нужно для того, чтобы выигрывать за атаку. Почему они не контрят банан, непонятно. Ну, испугались. Олаф со снайперской винтовкой был на банане. Они знали, что, скорее всего, там еще и Кримс, ну, или кто-либо с АК-47 на саппорте. Однако ушли, ушли просто от Олафа ушли. Оказалось то, что не ушли никуда. Оказалось то, что Олаф придвинулся сюда на АПН, дал свои 2 минуса. И никто от его снайперской винтовки, в конце концов, не ушел. Так же, как и от снайперской винтовки Джей Ви в этом раунде. Он минусует одного, пытается попасть по второму. Тот от него уходит в смог. И Каджум тем временем руководит атакой на Б-план. Кримс падает первым. Олаф Мейстер тем временем трубатывает Керригана. Зипикс вместе с Каджумом остается вдвоем. Каджум неплохая стрельба. Однако этого не хватает для того, чтобы поставить бомбу. Только Флуша вовремя пришел. Говорит, я на чеку, парни. Я готов. Зипикс все-таки погибнет. И это будет 8-2. И этот развал, этот развал на сильной стороне Фнатик. Я ничего не говорю. Конечно же, КТ-СА это очень серьезная штука. Инферно. Очень тяжело выходить, атаковать. Но Астралисы не могут ничего придумать. Больше, чем 2 раунда. И это означает то, что рано или поздно они придут к той точке. К той черте, когда уже будет слишком поздно. И когда они сами себя зароют. Но то же самое происходило на ДКэше. То же самое происходило на ДКэше. И к самым последним раундам они все-таки собрались на первой половине. Вытащили до 5 раундов. А потом мы с вами сами видели, что нас привело на эту карту. JW вроде как хотел попасть, но не смог. Тем временем Куринс с петушком. Он говорит, парни, я хочу поиграть сегодня с вот этим замечательным девайсом на банане. И петушок на банане. Работает минус 1, работает минус 2. Астралисы отдаются 1x1. Дюпри и Zipix остаются вдвоем с пистолетиками. Оттачивать мастерство погибели на бананах. Ну, к слову, это был эко-раунд. И в принципе тут особо Астралисы, видимо, не питали надежды взять этот раунд. Но в любом случае пытались как-то дать экшен на банане. А в свою очередь Кримс там устроил отличную динамику с P90. Хорошо поработал. Девайсный раунд для Астралис. Сейчас парням нужно что-то делать. Не знаю, может быть даже есть смысл подумать над паузой. С другой стороны, в общем-то, если они сейчас понимают, что в атаке немного не клеится, может быть у них есть надежда на то, что будет получаться за дефенс. Все-таки КТ ориентированная карта. И может быть... Но опять же, для того, чтобы камбетчить за дефенс, нужно в атаке взять хотя бы 4-5 уже при таком раскладе. Посмотрим сейчас та ситуация, когда опять же нужно поработать с бананом. И для того, чтобы... JW, какой же был смок халявный для него. Он мог вот эту точечку зайти. И я помню, как Сеня мне рассказывал про то, что в аду есть специальный круг для людей, которые кидают неправильные смока. Кримс прорывает его оборону. Но здесь быстрая ротация должна быть от Денниса, который выходит. Скидкидывает молотов, но принимает от Каджомбы слишком много пули. Эти пули не... А точнее, эти травмы не совместимы с жизнью. Поэтому он погибает. Фулш в 5 хп остается. JW пытается со снайперской винтовки что-то здесь найти. Давайте я вас немножко еще больше прибежу. JWCWB выходит сейчас на халпу. Тем временем Олаф поджимает с банана. И ретейк от троих игроков. Фнатик пока что не увенчался успехом. Zipix оформляет. Олаф и JWCWB здесь уже не хотят получения оформления визы прямиком в ад. Для того, чтобы не получить свои девайсы в следующем раунде. Хотя девайсы у них все равно были бы. Потому что деньги есть. Но, как мы видим, они хотят засовить свои кровные. Действительно, это невозмутимо. Если ты профессионал и не можешь с первого раза попасть в гранату. Но это просто провал. Ты про смок-то? Про смок, про дым. Может быть, этот смок был самого JW? Для того, чтобы... JWCWB, для того, чтобы самому уже под него подстроиться. Ты просто говорил про ад. Специальный ад, да. Да, если ты вот есть плохо кидать гранат. Для тебя есть специальный котел в аду. То есть, соответственно, я вот к чему? Что если ты профессионал, ты получаешь зарплату за это. То не попадать в гранату, но это лол, конечно. Ну и Астрали все-таки, опять же, поработали с бананом. И раунд взяли. 9-3. Посмотрим сейчас. Скорее всего, они будут действовать медленно. Торопиться вряд ли куда-то будут. Тут Крим с Солофом работают на B. Что? Next Level. Подсадки здесь неплохие от JW. Я вообще, на самом деле, ничего не собирался говорить. Я просто сказал U. И там все закончилось. Но, факт остается фактом. JW попытался здесь сделать какой-то буст через смок, который они сами же откинули на бидл. Причем это был немного более дальний смок, не дефолтный от команд защиты. Однако, атакующая сторона решила предпринять свои раскидки именно на Аплент. Может быть, будет быстрый выход сейчас на коннектор, потому как я не вижу. Я не вижу, как они будут выбивать JW. Я не вижу, как они будут выбивать здесь Денниса. Хотя через апартаменты выйдут целых три игрока. Датской команды, NJV, смотрит Short. Однако он не знает, что сейчас придет к нему веселье. А к нему оно пришло точно так же, как и Деннису, который валится и к Флуше, который валится на зим. И сейчас уже Астралисы оформили, наконец-то, адекватную атаку, с которой они могут хоть что-то сделать. И ставят бомбу. Кримс вместе с Олафом вдвоем пытаются хоть как-то ответить. Но ответить они, скорее всего, не смогут и пойдут на сейв. И в этом раунде датчане показывают, что они способны тремя игроками выходить с апартаментов, двумя с шарты и делать легчайший раунд, выбивая двух оппонентов. Классная работа от Астралис. А вот сейчас Олаф Мейсер очень долго сомневался, стягиваться на хелпу или нет. И в конечном итоге, когда Астралис заходили на Плэнд, А, они заходили в пятером на троих. А два игрока были на Б. И если бы Олаф не сомневался, а пошел раньше, стянулся бы на хелпу, то, опять же, они бы принимали в четвером А, и, возможно, все бы сложилось по-другому. Очень долго Астралис готовили выход на А. Я прям смотрел на карту, видел, как они медленно, но уверенно продвигаются, продвигаются. Потом 100500 гранат, и все-таки выход на А, все-таки установленная бомба. Она в конечном итоге взрывается. Астралис берут четвертый раунд, ну и, в принципе, уже есть какой-то минимальный счет для того, чтобы совершать камбэк за тифэнс. При этом у нас у Фнатик есть деньги. Кримс играет со Штайром. Интересный девайс. Ну, для бананов, в принципе, можно нормально пострелять. Я давно такого не видел, честно говоря. Штайр Раук, да, это очень сильный девайс, на самом деле, вот на дальних дистанциях. Мне кажется, что вот он еще на трейне может быть очень эффективен, но крайне редко мы, на самом деле, видим его от про команд. И сейчас Астралис... Олаф выходит под флешку свой тиммейт. Это вот минус один, минус два, минус три. Но, в конце концов, его пришили, конечно же, но этого слишком мало. Это размен один в три. Дамы и господа, Фнатики продолжают веселить нас своими замечательными выходами. Простейшая аркада от Олафа, что здесь можно было еще придумать. Смотрим на Кримза, у которого радиационная опасность в рукаве. Посмотрим, насколько этот Аук страшен в бою. Однако, пока мы не видели даже ни одного выстрела с этого замечательного девайса. Что касается Астралис, провал тотальный, провал по всем фронтам. Хотя один этот фронт, это Олаф Мейстер, у которого в предыдущем раунде был червь сомнения какого-то, да, и который, возможно, был причиной к тому, что Астралисы смогли выиграть предыдущий раунд. Однако, сейчас все получилось именно так, как планирует Натик. Это простейший выход, и Флуша вместе с Кримзом усиливает Б-плэн. Два игрока Фнатик держат пока что А, но зипик с девайсом не двигаются. 38 секунд у них осталось для того, чтобы хоть как-то выйти на Б-плэн, Астралис пятый раунд, чтобы вытащить на второй половине возможность играть с двумя девайсными раундами вместо одного, потому как со счетом 11-4 на второй половине лучше особо своего носа и не показывать. Действительно, очень приятно, на самом деле, закончить счет в сторону со счетом 10-5. Все-таки не так плохо. Это лучше, чем 11-4. Ну и постарается, конечно же, Астралис зацепиться за последний раунд. У девайса есть АВП, Керриган с ТЭКом и у Кзиппингса ОМПшечка. Играет два игрока, работает два игрока на банане. Мейстер отличная агрессия в начале раунда, практически поджимает он банан, делает минус девайс, к ним ему играет на халпе, и Астралис потеряли одного человека, ну и будет пытаться 5-4 все-таки разрулить. Олаф сделал минус и уходит спокойно на точку А. Если Астралисы сейчас не захотят чекать и выбивать банан, то, опять же, они наткнутся на точке А, просто на оборону в 4 человека. Кстати, у GV также есть АВП, по-прежнему играет Кримс с Штайра Угом, который называется «У меня загроза радиации». Не знаю, у тебя там по-другому, да? Радиационная опасность, да? Да, «У меня загроза радиации», то есть, в принципе, это где-то одно и то же. Ну вот, например, у Fnatic All of Mace'er АВП называется «Знання дракона». По сути, мне кажется, просто сейчас начнет кипеть, потому что, ну, все-таки, да, уже ночь, уже ночь. О, у Zipniks'а кубок и сток, это вообще просто топ. У MP 45, кубок и сток, стат-трак. Это просто божественно. В это время Керриган делает минус GV, находит он его на точке А, ситуация 4 в 4. И Астралис все работают как раз именно на банане, и... Пошел за ход. Пошел за ход, All of Mace'er должен его принимать со снайперской винтовки. И минус раз, и минус два, и что тут просто считать? Реально, надо детей учить считать на математике просто по All of Mace'er. Смотрите, деточки, All of Mace'er раз, All of Mace'er два, All of Mace'er три. И так до пяти максимум можно считать. Дальше, правда, уже не знаю, на ком надо учиться. Можно на какой-нибудь совершенно другой игре. Но в любом случае, All of Mace'er — это вот этот парень, которым можно просто давать в руки все, что угодно. Снайперскую винтовку, дезертыглы, М4, АК-47, да неважно. Он просто идет и шлепает людей, ван бай ван, нашивая, разрезая на кусочки своих оппонентов. И 11-4 — это тот счет, который Астралис явно заслужил в этой первой половине. Отличная работа от Fnatic. 11-4 — великолепный раунд от этих парней. Ну и давайте посмотрим, какие пистолетики у нас находятся сейчас у парней. Мавпечи Радущий — это у Керригана. Отличное начало пистолеточки. Я думаю, как минимум с таким пистолетом можно просто тащить за дефенс. Ну и надеюсь, что Астралис все-таки сохранят интригу в этом матче. Возьмут пистолеточку и будут тащить. На самом деле это был банан в руках у Керригана, если что, народ, кто не понял. Но это обезьянное дело, но я имею в виду, по факту его называют бананчиком, потому что он выглядит как бананчик. И FF7 вообще выглядит как бананчик. И на мой взгляд, это один из самых симпатичных скинов вообще именно с точки зрения цены, а именно его отделки. Но отделка — это одно. Поможет ли эта красота Керригану вытащить эту вторую половину карты, очень сомнительно. С другой стороны, у Астралис сейчас сильная сторона. А класть на них что-либо, в принципе, не имеет никакого смысла, потому что мы видели предыдущую карту. На ДКш они смогли что-то продемонстрировать. И если здесь сейчас фнатики смогут отдать пистолетный, и потом впоследствии Астралис выйдут еще на два раунда, на победных два раунда, если смогут одолеть там шведов, то, может быть, даже что-то получится. И в таком случае Астралисы будут уверены сами в себе. Смотри, пожалуйста, Зипекс, Керриган и Девайс играют на B. Фнатики готовят заход именно на эту точку. И могут быть проблемы. Хотя при этом, смотри, Олаф Мейстер и Денис работают переда. Это что-то такое вот фейком пахнет? Ну, это фейк. Возможно, что выход на коннектор какой-нибудь для того, чтобы зажать со спины B-Plant. Да, B-Plant и что-то тут продемонстрируют. Девайс начинает свой отстрел. Пока что не попадает по противнику. Отходит на Хелпу, уходит на конструкции. Тем временем Флуша вместе с Денисом пробивают там оборону. Каджум, кстати, падает на Апленту. И это бомба, которая перетянулась именно сюда. Дюпри должен быть один, как герой, отстреливать оппонентов. Однако бомба будет все-таки поставлена, деньги заработаны. Это уже очень большое для Фнатиков плюс Дюпри зонирован. И он решает играть немного более пассивно, тупо выживать. Потому что сейчас придет его кавалькада. Его друзья, которые должны помочь, должны засейвить. Керриган отбивает JW и Олаф Мейстер вместе с Кримзом. Ждут своей путевки прямиком в ад. Однако Олаф отправляет одного. Девайс будет падать вторым. Дюпри будет падать третьим. Олаф Мейстер разрубает людей на части. Кримз разрубает тоже Олаф Мейстер. При компании веселятся как только могут. Фнатики доминируют 12-4. Астралис, и я не знаю, куда это девать вообще. Очень круто. Фнатики перевернули. На самом деле они были в меньшинстве. Стянулись. Ну вот тут вроде задумка была неплохая у Астралис. Но немножечко провалились парни. В итоге по выбиванию. И вроде как Фнатики находились в меньшинстве. Астралис были в большинстве. Но тем не менее, вот мафия, чьи радущие не помогли в этом раунде. Керригану взять все-таки раунд. И сейчас мы видим, что Астралис делает эко-раунд. У Фнатиков есть девайсы. Ситуация 3 плюс 2. Расположение у Астралисов игроков по карте. Ну и пассивно играет Фнатик. Понимает, что возможно будет какая-то аркада, какая-то агрессия от оппонентов. Ну и не спешат. В общем-то, играет довольно-таки грамотно и действует не спеша. Каджом тем временем у нас работает на апартаментах соло. Причем ему никто саппортить не будет. Деприс с зэшечкой контролит выходы с мидла. Астралисы тоже не собираются никуда торопиться. Фнатики делают свой дефолтный спокойный раунд. И вот они флешки. И вот она с зеленкой сейчас будет падать. Давай все понял. Говорит, падать не хочу прямо сейчас. Давайте немножко затянем с этим вопросом. Деприс придет, не поможет. И два ствола невозможно задефают. Кстати, даже зеленку. Это вполне себе хороший шанс. Вот она флешка. Быстренькая на Депри. Точнее, Депри, правда, пока не достигает цели. Девайс. Хорошая голова для Денниса. Деннис упал, но Джей Ви опрокинул своего оппонента. В конце концов, вопрос встает только в том, куда пойдет бомба. А бомба на самом-то деле убежала. Убежала от меня. Ну и Керриган. Керриган будет тот самый человек. Вместе с Zipix принимать B-Plant. Ротация очень быстрая от Астралисов. Они все поняли прекрасно. И теперь вопрос к капитане. Команды из Дании. Который сидит все еще за тройным. И вот он, Кримс. Привет, дорогой друг. Вот он мой банан. Но банан не спасает от этого места. All of Mace'er Сузи расстреливает еще и Zipix'a. Дюпри пытается найти хоть что-нибудь в смоках. Но смок это такая гадкая штука. Против снайперов. Точнее, против автоматических винтовок. Она не сильно хороша. Есть у тебя пистолеты. 13-14. И фнатики. Доминирует очередной раунд. 24 фрага на All of Mace'er. Куда может быть дальше? Я не знаю. Давайте просто допы. И чтобы он набил там 60-80. Не, братан. Допов не будет. Не будет. Отстой. Все. Хотя, сколько уже сейчас времени? Сколько времени? Все плохо. На самом деле. Астралис, смотри. Даже сейчас они на экораунде принимали в большинстве. Они всей командой стянулись на точку B. Но фнатики просто банально их растоптали. Ну и вот проблема. Вот чем все закончилось, да? Не получалась игра за атаку у Астралис. Они взяли всего-навсего 4 раунда. И вот проиграли пистолетку и все. Игра проиграна, да? То есть все сейчас по инициативе очень плохо. Фнатики выходят на счет 14-4. И ну для Астралис каждый раунд будет как последний. Им надо тащить, тащить. И будет крайне сложно на самом деле. Ну посмотрим. Может быть. Ну все может быть. Все может быть. Все может статься. И может муж с женой расстаться. Мы можем бросить пить, курить. Но чтобы Астралис разлюбить. Нет. Этого не может быть. Чтобы Астралис выиграли фнатик сейчас. Вот этого не может быть. Это точно. Судя по тому, как идет карта. Динамика раундов показывает нам то, что это просто невозможно. Они чувствуют кровь своих соперников. Чувствуют то, что они могут выйти в финал. Я думаю, что они не упустят своего. Тем не менее, девайсный раунд начался. Ну и фнатик. Фнатик готовит атаку. Кримс говорит вперед. Плотва. Денис отлетает. Нет, не отлетает. Все еще отлетает. В конце концов. Кримс, прошу прощения, еще убивает Каджумбу. Ситуация 3-4. Фнатики снова на коне. Снова в большинстве девайс. Говорит, привет, Кримс. Я тебя долго-долго здесь ждал. Однако не очень хорошо он его встречает. Пару-тройку патрон. И вот он уже, Кримс лежит. Флуш тем временем боится выйти на эти большие пески. Но девайса надо запушить. Девайс, иначе сейчас снесет игрока, который ставит бомбу. Или не снесет. Олаф контролит библиотеку. Флуш поставил бомбу. Они забили на игрока, который находился на больших песках. Говорит, ну ладно, там есть девайс. Хорошо, что нам еще нужно для жизни? Мы поставили бомбу. Мы можем совершенно спокойно защищаться. Или не можем. Сейчас посмотрим. Флуша. Один против двоих. Пытается заимить противника. У него ничего не получается. Девайс вместе с Дипексом выигрывает этот раунд. Это целых 14-15. 14-5. Ну и Астралис на пути к камбэку. Все-таки они взяли этот раунд. Было довольно-таки тяжело. Фнатики сделали два минуса. Ответили только Астралис одним. Ситуация была 4-3. Но тем не менее, Фнатик зашли на А. Поставили бомбу. И довольно-таки удачно отыграли Астралис в этом раунде. Бай сейчас будет у Фнатик. Естественно, мы видим. Есть АВП у Олафа. 4 АК. И в свою очередь также есть АВП у Девайса. Астралис 5. У Фнатик 14. Все только начинается. Замечиваются сумасшедшие совершенно проблемы с фрагстатом. У Дипри и у Керригана. У них за 20 раундов 4 фрага. У обоих. И это серьезно тянет, да, знаете ли, назад. Каджум, привет! Охо-хо! Хорошие два фрага. Здесь накрым за Идениса. Джей Ви пришел туда же. Посмотреть на трупы своих товарищей. Решил, что нет, не стоит. И вернулся обратно на С2. Что касается Зипикса. Он соло принимает Бэплэнд. Туда постепенно тащится бомба. На Якори Олафа. И Джей Дабью сюда тоже подходит. Таким образом, у Фнатики оказываются втроем на банане. И этот банан вполне возможно будет решающей точкой отправления на Бэплэнд в этом раунде. Пока что есть минута у Фнатиков для того, чтобы выйти сюда. Керриган тем временем немного рискует. Чтобы поменять свое оружие на АВП. Зипикс. Минус один. Керриган найдет свой прицел кого-нибудь? Нет, пока что не находит. Мажет. Но Олаф выходит следующим. Тут Смок валится. Зипикс отправляет Олаф Мейстера в следующий раунд. И Джей Дабью, скорее всего, тоже получит путевочку. Ровно такую же. Ровно туда же. И да, он валится последним. Астрали соберут целый шестой уже раунд. Не то чтобы камбэк из рейл, но... Но теоретически Инферно можно держать в ноль. Теоретически. Можно. Опять же, тут нужно просто делать скидку на то, что это Фнатик. Но теоретически можно держать в ноль и не давать своим оппонентам разворачиваться. Но, с другой стороны, это Фнатик, которые по-любому будут делать ту или иную пакость для того, чтобы взять все-таки нужные раунды и выиграть. Сейчас мы видим эко-раунд от Фнатиков. Занимает банан парни в начале раунда и уже потеряли GV-шку. Девайс великолепным минусом забирает GV, ну и начинает в большинстве этот раунд Астралис. Астралис начинает раскованнее играть. Да, Девайс позволил себе вот этот выпад на миде и таким образом дал опен фраг. Они прекрасно понимают то, что у Фнатиков нет денег. И именно по этой причине, наверное, Девайс себе смог позволить такие вольности. Но, кто знает, то знает, может быть, действительно Датчан начинает раскрываться, как в предыдущей карте на TheCash. Они действительно начали гулять, они действительно начали чувствовать определенные вещи, которые до этого им не удавались. И именно раскованность движений Датчан может сейчас сыграть в плюсы. С другой стороны, шведы могут за это все покарать, наказать. Мы с вами знаем, у них плетки хорошие, точные, четкие. И лучше тем временем, судя по всему, будет открываться на B-Plant. Он уже попробовал, он отправился обратно. Тихонько-тихонько на шифте, движется в сторону центра. Олаф пока что будет открывающим на A-Plant. И он ждет своих товарищей. Говорит, парни, у нас есть 40 секунд, можно никуда не торопиться. Все на шифте, без всяких лишних звуков. Дюпри вместе с Девайсом принимает этот выход с мида. С двух сторон Девайс найдет ли свой фраг? Ошибается. Крым с тем временем еще и добирает Дюпри. Каджумп вместе с Девайсом убивает двоих. Флуш погибает следующим. И Каджумп оформляет здесь трипл-килл. Легчайшие для него фраги. Однако Астралисы стараются как могут даже на экономических раундах. Ну правильно, у них, я же говорю, опять же, без права на ошибки. Потому что они могут, знаешь, можно и на экономическом ошибиться. Антиэкономических, извини меня. Антиэкономическом, можно и на антиэкономическом ошибиться. И просто, ну, там Сям ошибся, там денежку потерял, там денежку потерял. Потом не хватит на флешечку. Ну и в конечном итоге, что у нас делает Фнатик? Фнатик делает бай, у Джи Ви есть АОП. И Астралис поджимают. Ого, что это такое? Что они делают? Сумасшествие совершенно. Депри и компания, и сейчас они могут зажать здесь в лушу, которая находится на банане. Дэнни с тем временем с С2 смотрит на это все, не верит своим глазам. Говорит, парни, тут что делают? Керриган минус Кримс. И не нашел Депри. Не нашел Депри своего оппонента Девайс вместе с Керриганом. Зачем? Остаются вдвоем, и Керриган покидает этот мир Девайс. Теперь остается в этом дивном, прекрасном раунде. Прошу прощения, абсолютно непонятное решение вообще от Астралис. Вы камбетчите, вы взяли три раунда подряд. Что вы делаете? Куда вы бежите? Вы бежите забрать у них бомбу? Нет, они сами придут к вам, поставят. Что еще? Я не могу понять. Ну да, есть, допустим, задумка, есть экшен. Но не сейчас. Возьмите, укрепитесь в счете. Возьмите там, ну пускай счет будет там 14-11, 14-12. Тогда запушьте, когда это будет менее ожидаемо. Но сейчас Фнатики понимают, что им нужно взять несколько раундов. Они будут играть максимально осторожно, максимально пассивно. Ну мне так кажется. Не будут сейчас Фнатики носиться по карте, как голделые. Просто, ну потому что вот им так захотелось. Не будут этого делать. Ну абсолютно нелогичный пуш от Астралис и 15-7. Знаешь, единственное, наверное, чем я могу оправдать датчан, потому что мне всегда хочется оправдывать кого-то, это момент с тем, что они уйдут с этого чемпионата, хотя бы осознавая то, что они постарались сделать все, что у них есть, все, что у них задумано. И то есть они знают то, что они могут сделать. Может это сыграть, может не сыграть. Это очень большой риск. И он зависит напрямую от того, где будут Фнатики. Если бы они пошли на Банан, например, они очень часто, например, контролят Банан, да, там втроем стоят. И их бы запушили с двух сторон. Это минус три, легчайшее для Астралис, и все было бы замечательно. Но здесь не сложилось. Здесь немного другой расклад был в тот момент, когда Астралисы начали свою зверскую атаку на позицию Фнатик. И шведы ударили очень-очень хорошо фронтом, зашли с С2, и все было совсем-совсем печально. Астралисы отдали очень важный раунд. Фнатики имеют уже 15. Это означает то, что отделяет их от победы. В этом полуфинале всего один единственный раунд. И Астралисам нужно брать очень и очень много. Это целая прорва раундов. Каджум будет тем самым игроком, который будет снова принимать в той же самой, кстати, позиции Денниса. Денниса и Кримзам. Но нет, с Кримзом не совладал он на самом-то деле. Ситуация 4 в 4, размен 1 в 1. Все в порядке, все спокойно сидят дальше. Однако Фнатики получили некоторое превосходство. И сейчас Астралисы должны сплититься 3-1, оставляя только одного игрока на б-планте. И Олаф Мейстер через флешку, через смок, прыг-скок на шорт. Вот Керриган пока что контролит зеленку. И мы видим, что Фнатик как копанный в стале. 40 секунд остается не для того, чтобы выйти на один из плунтов. Дюпри будет контролировать именно зону апартаментов вместе с выхода шорты. Но, однако, вопрос только в том, куда же пойдут здесь Фнатики. А Фнатики отправляют одного Олафа открывать с апартаментов. И дальше движутся в сторону зеленки. Здесь Керриган. Керриган неплохо работал, но закончилась его работа довольно быстро. Кэмс открывает ему голову. Дюпри! Привет! Говорит Флуша! Хочешь немножко дроби? Хочет! Но Дюпри ее хотел больше. Зиппикс остался один. И Фнатики вчетвером. И тут уже только Аладдин, наверное, помог бы Зиппиксу с его чудесами. Потому что... Нет, ничего не поможет. 16-7. 16-7. Фнатики доминируют от начала до конца эту карту. Они показывают, кто сильнее в этом противостоянии против Астралис. И как бы датчане не старались, да, на ДКэш они смогли вернуться обратно в карту, обратно в игру, во всю эту Best of 3 серию. Но второй полуфинал не заставил нас здесь долгую интригу испытывать на третьей карте. Он совершенно логично завершился в пользу команды из Швеции. Датчане, хоть их друзья из Скандинавы, они все равно отправляются домой, не достигая гранд-финала, на котором будут сражаться Фнатики с командой из Бразилии под названием Luminosity Gaming. Парни просто замечательные. Завтра нас ждет очень-очень крутая штука. Сеня что-то очень хочет сказать. На поклон. На поклон. Да, спасибо вам за 15-часовой стрим. Если вы были от начала до конца с нами, то это означает, что вы самые лучшие. Если даже просто присоединились, какую-то часть смотрели, вы тоже обязательно лучшие. Присоединяйтесь к нам в социальной сети RUHUB. Присоединяйтесь к нам на странице «Меня, Инканис, Сеня и Уха». Просто говорите нам теплые слова, шите нам сладкие скриншотики, где мы делаем страшные рожицы и все остальное. Просто главное, будьте с нами завтра, потому что завтра будет очень-очень круто. Будет гранд-финал, Best of 5 серии. Он начнется в районе 5 по киевскому, значит, 6 по московскому. Так что нет? Нет, в 7 по Киеву. В 7 по Киеву и в 8 по московскому. Прошу прощения, я немножко ошибся. И реально 15-часовой стрим, может быть, что-то было не идеально, но мы старались, мы делали то, что мы можем. Даже 16-часовой, если более точно, мы делали все, что мы можем и хотели, хотели как лучше. Так что не обессудьте, если что. Спасибо вам большое. Помните, что вы самые лучшие зрители, которые есть на этой планете. Чмавки-чмавки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok